Сейчас конец августа, горячая пора для многих родителей, которые собирают детей в школу. За оставшуюся неделю необходимо приобрести форму, рюкзак, канцелярские принадлежности. И чтобы предшкольные хлопоты не оказались слишком утомительными, наш корреспондент выяснила, где и какие товары лучше всего приобрести. Школьная одежда и убывь – самая затратная статья расходов в бюджете родителей. Надежда Крамчаткина, многодетная мама, готовится отправить свою старшую дочь в первый класс. В приоритете не только привлекательная цена, но и качество и функциональность сарафана. Мы обращаем внимание на удобство одежды в первую очередь, потому что первокласска должна быстро сориентироваться в школе, поправить воротничок, застегнуть молнию самостоятельно. Поэтому для нас это главное. Специалисты магазина советуют при покупке одежды обратить внимание на состав ткани. Текстильные материалы должны соответствовать требованиям биологической и химической безопасности и состоять наполовину из натуральных материалов. А по качеству это, конечно, должен быть хлопок, потому что ребенок в школе, сами знаете, активен, он потеет. И хлопок, естественно, он дышит. Форма одежды – все должно быть дышащее. Списки одежды для девочек – юбка, сарафан, платье, брюки, несколько блузок. Для мальчиков – брюки, пиджак или жилет и пара рубашек. А еще не стоит забывать про спортивную форму, ведь физкультуру в школе никто не отменял. В Флоро-Твере родители могут выбрать все необходимое из этого списка. В нашем магазине представлена одежда для школьников – это и сарафаны, и блузочки. А для мальчиков – это рубашки, брючки для школы, как для торжественной части, так и для повседневной носки в школе непосредственно. В этом году 1 сентября точно будет особенным. После долгой разлуки многим школьникам хочется порадовать учителей красивым букетом. Флористы рекомендуют выбирать цветы из сезонных, ярких, элегантных и в то же время стойких растений. Но чаще всего осенняя тематика – это ягоды вибурнума, это герберы, это яркие гериантусы, это может быть гортензия, я называю, зеленого цвета, которая позволяет набить букет. Также специалисты советуют, что букет для первоклассника должен быть легким, поэтому не стоит перегружать его большим обилием цветов. Во многих магазинах сейчас можно приобрести букет со скидкой. В нашем автоуразличном центре флора 1 можно приобрести букеты по самым демократичным ценам и также на 10% для многодетных семей. Учебники, тетради, а также много других вещей – все это хранится в рюкзаке школьника. Поэтому при его выборе стоит обратить внимание на ряд деталей. Чтобы каркас был плотным, спинка должна быть дышащая и эргономичная. Обязательно должны быть светоотражающие элементы на лямках. Это будет очень важно, когда ребенок ваш будет двигаться в темное время суток. Когда вопрос с одеждой и рюкзаком решен, можно переходить к канцтоварам. Предпочтение стоит отдавать проверенным брендам. Школьная тетрадь – обыкновенный, понятный, но и в то же время неотъемлемый атрибут в процессе обучения. И от того, насколько хорошая она будет, зависит очень многое. И опрятность самой тетради, и желание школьнику учиться, и даже здоровье ребенка. Очень важно обратить внимание на белизну тетрадочки, чтобы у тетради были четкие линии, яркие поля. Тетрадь должна быть или с рисунком, или без рисунка. Многие школы сейчас предпочитают тетради без рисунка. Чтобы ребенка не отвлекать от учебного процесса. Для тех, кто только учится писать, в магазине Комус рекомендует ручки Стабила для правшей и левшей. Они разработаны совместно со специалистами в области образования и медицины, чтобы обучить ребенка правильной технике письма. Они позволяют эффективно и легко научить школьника правильно держать пишущий предмет. А в конце августа на многие товары в магазине предусмотрены акции. Сейчас в нашем магазине проходит акция «Снова в школу». В рамках этой акции у нас идет двойной кэшбэк. То есть покупателю на бонусную карту возвращается при покупке рюкзака 10%. Также такая акция действует и на тетради. Подготовка и выбор школьных принадлежностей – хлопотное и суетливое время не только для родителей, но и самих детей. Ведь им надо посещать все магазины вместе с мамой или папой. Поэтому поощрить ребенка и дать ему немного отдохнуть перед началом учебного года можно приятным бонусом в виде сладостей или игрушки.